Добрый вечер, дорогие друзья! Давайте сегодня возьмем и обсудим самую мистическую тему, связанную с фотографиями, которые есть в экстрасенсорике. То есть, чего я только не наслушалась про фотографии. Как энергетика мертвых негативно влияет, как там можно воздействовать на живых, как там у кого болит голова, если там какая-то фотография стоит. Вы знаете, чушь собачья. Но почему я делаю этот ролик? Потому что мы тоже просим присылать, когда к нам обращаются с заявками, пришлите свое фото. Зачем мы это делаем? На самом деле, для нашего сознания фото не надо. Фото вообще не надо. Надо просто подумать о человеке. Надо просто сконцентрировать свое внимание на нем. И приходит информация, даже его внешний вид приходит, как он выглядит вот в этом теле. Либо как он выглядел в прошлой жизни, либо как он будет выглядеть в следующих инкарнациях. Эта вся информация уже есть. Тела, как какие-то привычные тачки. Информация о них уже есть. И человек из инкарнации в инкарнацию меняет. И это все есть. Фотография как таковая не нужна. Поэтому, когда вы слышите очередную страшилку про фотографию, то по вере вашей и да будет вам. Если вы верите, что фотография мертвого вам принесет вред, она вам принесет вред. А если вы верите, что имея фотографию мертвого у себя в доме или на столе, она будет вам служить напоминанием моих жизней, она будет служить напоминанием моих жизней. У меня стены увешаны фотографиями моих близких, родителей, братьев, сестер. Кто-то умер, кто-то жив. Я никогда не смотрю, кто из них жив, кто из них умер и какая у них энергетика. Потому что это всего лишь концепции для сознания абсолютно без разницы, где находится человек. Тем более, если речь идет о влияниях и о воздействиях. Я могу никогда в жизни не видеть человека, но его сознание, его тело, его психика полностью открыты и полностью доступны. Бери взаимодействие. И это надо понимать. Это так есть. Для чего мы просим фотографию, когда мы работаем? Для вашего успокоения. Потому что один из первых вопросов, когда был период, когда мы не брали фотографию, первый из вопросов был, а как вы узнали, что это я? Я же к вам не приходил и определить вы никак не могли. А вдруг вы ошиблись? И так получается, что очень часто в жизни, когда рассказываешь человеку, чего у него по предназначению, чего хочет его душа, это не всегда совпадает с тем, что он сам себе думает. То есть человек, например, служит где-то на госслужбе, считает, что он хорошо устроился в жизни, а тут оказывается, что душа его мечтала петь, танцевать и заниматься творчеством. И поэтому у этого человека сейчас гнет, ломает, и у него плохо со здоровьем, и ему надо резко изменить жизнь. И человеку, конечно, проще тогда приписать это нашей ошибке, нежели тому, чтобы изменить свою жизнь. Но вы знаете, радует то, что многие начинают менять, потому что все равно здоровье заставит. А вот свое здоровье ближе, роднее. Если оно уже все не держит, значит человек вынужден чего-то менять в своей жизни. Поэтому, господа, все, что касается фотографий, во что вы поверите, то в вашей жизни и будет. И это касается не только фотографий, это касается любых концепций, абсолютно всех. И если вы верите в то, что Бог вне вас, и кто-то вам сделает, вылечит, что-то принесет, отремонтирует, исправит, исцелит за вас, то у вас есть право в это верить. На самом деле, вы все равно все делаете сами. Это вы творите эту реальность. Какой бы не устраивающей вас она ни была.